Привет всем! В этом видео я постараюсь вам сказать 5 объективных причин, почему стоит начать играть в Lineage 2. Да, ну давайте абстрагируемся от всего негативного, что вы привыкли слышать об этой игре, все, что вы испытываете. Действительно, здесь есть много негативных сторон, как и в любой другой игре. В каждой игре, я считаю, есть негативная и есть за что ее любить. В этом видео я постараюсь предъявить просто 5 причин, по которым я играю в принципе, и по которым... Ну, у меня есть шестая причина, я все-таки контент-криэйтор, я делаю на эту тематику, все-таки видео. Прибьюсь я партнер и новый, но 5 причин, по которым вы смогли бы начать играть, почему бы и нет. Давайте попробуем, может быть, кого-то эти причины убедят, а может быть, кого-то и нет. Я постараюсь в этом конкретном видео рассматривать только позитивные стороны. Может быть, я сделал видео 5 причин, почему не играть в Lineage 2, и там уже расскажу 5 причин, по которым действительно играть не стоит в эту игру. Еще один момент. В конце этого видео будет результаты розыгрыша. И еще один момент. Если вы вдруг решите начать, рискнете, так сказать, здоровьем, начнете играть в эту игру, бесплатную игру, и это будет первая причина, то здесь вы увидите реферальную ссылочку, по которой вам стоит зарегистрироваться. Или если вы давным-давно не играли в Lineage, то здесь вот есть реферальная ссылочка, она также будет в описании. Заходите, регистрируйтесь по ней, вы получите себе кучу бонусов, в том числе шляпочку с бесконечным БСО, и вот это БСО и стоит реальных денег, я вам говорю. И второе, это свиточки на опыт, которые добываются очень тяжело, но вы их получите сразу на старте. Итак, первая причина, как я уже сказал, это бесплатная игра. Я знаю, что сейчас многие ухмылятся, я тоже каждый раз ухмыляю, знаете ли, я подкалываю эту игру, типа она бесплатная, но это звучит, но это ирония. Вы, неужели вы не слышите каждый раз иронии в моем голосе? Понятное дело, по-моему, очевидно, в 2020 году для любого, что бесплатная игра, пожалуй, самая дорогая игра. Я не беру такие проекты, как, например, Fortnite. Там за донат вы можете купить себе только какие-то шапочки, либо еще какие-то штуки, есть другие примеры игр. Но, если мы говорим о MMORPG именно, да, то MMORPG делится на две составляющие. Первая Pay to Win, это значит, ты заплатил и выиграл, а вторая это Pay to Play, да, заплати каждый месяц по типу World of Warcraft, чтобы выиграть. Но, опять же, задумайтесь. В Lineage это бесплатная игра, вы можете ее скачать бесплатно и играть, в принципе, бесплатно вы можете. Вопрос в другом, насколько комфортно вам будет играть бесплатно. Я в эту игру трачу свои средства, плюс мне приходят за реферальную ссылку, по которой вы регистрируетесь. Я трачу, ну, к примеру, я бы сказал, тысяч 10 в месяц рублей. Я играю очень комфортно. Я, к сожалению, к счастью, живу в Европе, 10 тысяч рублей для нас-то, ну, не такие большие деньги, это какая-то там, может быть, десятая часть зарплаты, да. Тогда, как, например, в России я знаю, что это действительно немаленькие деньги, но играть в эту игру бесплатно можно, как бы это ни звучало бредово. Да, действительно, у вас не будет топового экипа, вам будет, ну, тяжело добывать, вам нужно социализироваться, искать таких же единомышленников, которые бесплатно играют и которые ходят по инстантовым зонам, вместе что-то фармить, посещать каждое событие. В общем, это игра про то, что если вы, вы тратите либо деньги, чтобы выиграть в нее, либо свое время, но времени придется потратить очень много, вам придется играть в несколько окон. Вот у меня, например, раньше было так, когда я только начинал, я купил старенький ноутбук, самый дешевый, и загрузил туда просто окно с СБшечкой, которое просто мне подфармливало АДеночку. Кстати, я ее зарегистрировал по реферальной ссылке, у нее тоже шляпка СБСОЯ. Так вот, если вас устраивает вот такой вот стиль игры, где вам нужно несколько окон подгрузить, чтобы у вас была АДенка, хотя бы там насоски, на всякие вещи, да, и второе, то, что у вас, ну, будет минимально расходки, беречь каждую расходку вам придется, то есть благословление Сайхи, это виталка. Ваша. Штормы Сайхи, про них забудьте, если вы будете играть бесплатно, вы можете получить, вот, набор есть каждый день, вы можете получить себе, сейчас подробнее о наборе, вы можете получить себе 500 труды духов, 50 купонов, штормы Сайхи, соответственно, и печеньки. Вот что вы можете получить каждый день бесплатно. Опять же, в игре очень много ивентов, которые тоже нацелены на бесплатную игру, сейчас идет ивент с буками, у меня есть куча видео, где я открывал, там падает очень жир на расходке. До этого был ивент новогодний, где давали кучу расходки, тоже бесплатные, я разыгрывал промокоды, стримеры другие, ютуберы разыграют промокоды, которые дают вам L монеты, те самые, за которые надо донатить. То есть, в принципе, я знаю примеры, я знаю немало людей, которые играют в игру бесплатно, но вопрос в том, какие у вас цели. Если вы хотите нагибать все и вся, вы хотите очень быстро качаться, вы хотите быть реально топом, сильным, мощным, бесплатно вам будет достичь этого крайне тяжело, а то или невозможно. Но если вас устраивает роль такого средняка, и вы хотите быть нужным, вы еще берете полезную профессию, о профессиях у меня тоже также есть видео на моем канале, то вы сможете, в принципе, играть бесплатно на каком-нибудь овере, да, там, либо беше, либо ши-е, есть классы СБшка, есть классы, которые формят аденку, не очень прихотливые, не очень требовательные. Вы сможете на них играть и получать свое какое-то удовольствие, хотя это и немножко мазохистское удовольствие, играть совершенно бесплатно, в моем понимании. То есть, я считаю, что если есть возможность вложить, ну, я считаю, что даже с двумя-тремя тысячами в месяц, чтобы просто вкинуть в игру, вы сможете без проблем. Что такое две-три тысячи в месяц? Это, ну, это примерно подписка на какую-нибудь платную игру. Опять же, это мое мнение. Опять же, вы скажете, эта игра, на самом деле, pay to win. То есть, здесь вы можете в одну акцию влить очень много денег, и за одну акцию, ну, посмотрите, сейчас идет акция, вы сможете себе получить за сундуки, которые вы покупаете за донатные деньги, все что угодно, почти любую вещь в этой игре. Они вот сейчас вот доступны до какого-то там января. Но давайте спросим вот что, вы скажете, есть там фришки, есть еще что-то, где действительно можно бесплатно поиграть. Скажите мне хоть одну фришку, которая, что, кстати, запрещено, фришка запрещена, играть не рекомендую, это вообще, это ужас какой-то. Так вот, хоть одну фришку, бесплатную вашу фришечку, где честные сидят администраторы, которые не нарисуют за 100 тысяч рублей кому-нибудь эпик. Да как миленький, в любой, есть куча, миллион видео о том, как на разных серверах, помимо того, что эпик рисуют, заливают на хиру, например, рисуют очки. Просто вопрос в цене. Здесь у вас не получится позвонить иновид за 100 тысяч рублей, попросить себе что-то нарисовать, они его просто нафиг пошлют. А вот администратор какой-нибудь фришки на изи вообще нарисует вам там и фулл эпик, и еще что-то, и хера вы станете там, и, не знаю, и голову на весь экран вам нарисует. Все что угодно за 100 тысяч он еще и сделал так, чтобы с одной кнопкой всех убивали просто-напросто, понимаете? Всегда вопрос в цене. Оф, он все-таки подороже, ну и офа, наверное, гарантий побольше. Вас, ну, вы сможете инвестировать в этого чара, зайти на него через 5 лет, да, там сервера уже смержат, поменяется все 300 раз, но вы сможете зайти, и все будет прекрасно, то есть вы сможете дальше продолжать играть. Поэтому здесь все зависит от вас. Если вас устраивает бесплатный концепт игры, а я говорю, что она не из легких, то играйте бесплатно и не парьтесь вообще. Но если вы хотите именно жестко нагибать, и вы хотите играть при этом бесплатно, то у вас-то получится с очень большим долей везения, и только если вы выиграете в местном казиноче что-нибудь, тут есть вот бесплатные прокруты каждый день, да, то есть, ну, вы сможете их сделать себе там один-два в день. Пожалуйста, если вам тут повезет эпик выпасть, вот как мне повезло, мне выпало кольцо коры отсюда, да, ни с того ни с сего, то, возможно, вы сможете еще и бесплатно там супер быстро одеться. И вторая вещь, которую вы сейчас наблюдаете на экране, это тамагочи. Полная автономность. Если раньше вам вторая вещь, причина, почему вам стоит играть в LNH2 Essence, это полнейшая автономность, как я уже сказал. Если раньше вам нужно было думать о каких-то ботах, нужно было сидеть по 40 часов у экрана, что-то стараться делать, там, нажимать три кнопки, делать одно и то же действие по 50 раз, то сейчас это все убрали, упростили до максималки. Все, что я делаю, это настраиваю те скиллы и те вещи, которые будут использоваться автоматически, настраиваю сам вид боя, то есть подбирать вещи автоматически, режим вежливой охоты, чтобы не бить чужих мобов, и, соответственно, дальность цели, либо он берет в таргет ближнюю цель, либо любую цель, и при том дальнюю. И все, нажимая автобой, пожалуйста, включено все, и сам себе качается. То есть вы можете играть реально часик-два, захотите только проверить, что он живой вообще у вас персонаж, посетить какие-то временные зоны. Все, полная автономность, это полная тамагочи. Вы можете в тамагочи эту вкидывать по пару тысяч рублей там в месяц, поиграть в казино, в акции, которые добавили, испытать какое-то удовольствие, если вы испытываете удовольствие от лудомани, от него, наверное, все испытывают, кто играет в эту игру, и все. Все, больше забыли, поставили на кач, забыли. Самый неприятный момент, который, как по мне, был раньше, это вот, когда ты сидишь 8 часов сгорбившись, я помню, вот эти вот парики ты водишь, вот в этом бедном фоге, да, ты собираешь мобов, бегаешь каждый раз, вот это все, и ты подбегаешь к стеночке ЗВЛа, начинаешь бить по мобам, next target'ом, чтобы он не бил одного моба, а бил всех. Ну да, это ностальгия, это весело, но не в 30 там плюс лет, да, когда уже все выросли, и этим дрочем заниматься, ну просто мало кто хочет. Здесь уже поставил персонажа, зашел под вечер, сделал все ивенты, то есть все события, которые происходят, подрался с варами там, и все. Пожалуйста, поставил снова на кач, пошел спать. Пожалуй, этим игра я хороша, и очень много знакомых у меня друзей тоже говорили, хочу вернуться в игру, чего посоветуешь? Я говорю, а почему, зачем ты хочешь вернуться в игру? Да просто тамагочи, просто хочу поставить чувака, чтобы он у меня качался, персонаж, и все, и забыть про него. Я говорю, ну это хорошая, в принципе, идея, ну, если ты действительно хочешь как тамагочи, то окей, типа ставь, без проблем, но я говорю, ну, вероятно, что игра-то бесплатная, но пару косарей тебе придется закидывать там на какую-нибудь расходку, чтобы и, ну, чтобы просто он спокойненько стоял тебе качался со штормами довольно быстро, но если ты никуда не торопишься, и для тебя это не проблема, то можешь и без этого обойтись, играть полностью бесплатно, и он тогда будет просто без штормов, без сайхи у тебя. Опыт-то все равно будет идти, но просто вопрос, как быстро он будет идти. Следующая вещь, это, которую мы уже обсудили, это донат, но я посмотрю, именно посмотрю позитивную сторону доната. Если раньше вам приходилось что-то там где-то скрывать, просить, это третья причина, почему вам стоит поиграть в Lineage 2 Essence, это донат решает. В этой версии игры донат действительно решает очень сильно. Если у вас есть большие деньги, у вас очень мало времени, вы занятой игрок, но вы любите Lineage, вы хотите зайти, попинать, у вас есть часик в день всего, и у вас есть при этом неограниченный какой-то ресурс, здоровенный деньги, там 100 тысяч рублей в месяц, то без проблем эта игра вам подойдет идеально. Вы вложите 100 тысяч в своего персонажа в месяц, вы его оденете нормально, ну 10 люди, которые по миллиону вкладывают в месяц. Давайте, я слишком беден для того, чтобы рассматривать миллион, поэтому 100 тысяч вы вложили себе, ну ладно, если вы вдруг супер богач, вы можете миллион, десятки миллионов вложить, все себе поиметь вообще, там практически в несколько месяцев, несколько акций, которые добавляют, и заходить просто нагибать всех, убивать, почему нет, то есть мне тяжело мыслить в таких масштабах, потому что у меня нет таких средств, нет таких вот вложений. Но для людей, у которых есть, я не могу ненавидеть там или обижаться на людей из-за их желания доминировать. У них есть средства, я тоже очень долго себя перебаррел в этом вопросе, и я понимаю, что ну люди-то не виноват, что они просто как-то поуспешней, что ли, зарабатывают бабки, они хотят при этом выигрывать и нагибать, почему нет, за что их винить? За то, что игра им предоставляет такую возможность, скорее вы можете винить 10 разработчиков, но людей, которые готовы вкладывать огромное деньжище, для них это не проблема, то их-то винить-то вообще не за что. И поэтому, если у вас есть эти деньжищи, но у вас нету, к сожалению, времени, чтобы это все фармить, там ходить по инстам, как это было раньше, если вы помните, хотя и раньше, как по мне, этот эпик везде там доставался за огромное деньжище, там у каких-то топовых кланов мог заказать себе, и через месяц тебе привезли в фулл эпик, там за миллион рублей, да, например, то сейчас это все в открытом, можно делать, шансы, конечно, ну, тоже могут поднасрать немножко, вам придется вложить побольше, но anyway, то есть вы можете себе позволить себе за большую сумму денег вкачать персонажа, вдолбить в него все, что можно, и ходить так же убивать, фаниться за очень короткое время, единственное, что вам придется его подкачать именно по уровню. А шмот вы можете довольно быстро раздобыть за приличную сумму денег, поэтому донат, как позитивная сторона, для донатеров здесь будет приятно. Ну, а для работяг, вроде меня, не особо богатых людей, конечно, это может раздражать, но я об этом поговорю, возможно, в следующем видео. Следующая штука, это PvP-контент. Действительно, из-за того, что здесь очень часто спавнятся боссы, а боссы спавнятся по несколько раз в день, если вы помните, раньше там, по-моему, Баюм раз в неделю спавнился, сейчас он спавнится каждые что-то 16 или 12 часов, я не помню, в общем, на него ходит раз в сутки минимум топ-кланы, и этих боссов довольно много, если посмотрите на карту, действительно, дохрена интенсивность PvP на сервере очень большая, именно топовых кланов. Вы вступаете в топ-клан, и вы деретесь долго-долго за каждого босса, по несколько раз в день вы деретесь. То есть интенсивно здесь также добавили соло-боссов, то есть таких усиленных мобов, которые стоят, их можно убить в соло, но вы деретесь за эти соло-боссы с другими игроками, то есть кто побеждает, и тот забирает боссы себе, там тоже интенсивность PvP не слабая. Также не забудем про ПК. Бегают очень много ПКшников, убивают, наказывают людей. Все это есть, все, за что мы любили линейч, это есть, но здесь, я бы сказал, масштабы не те. Если раньше играло там полтора миллиона на оффе игроков, когда эта игра только появилась, там полтора миллиона подписок было, если вы помните такую статистику, здесь сейчас играет людей гораздо меньше, остались истинные, так сказать, ценители, можно сказать, олдфаги, только новых игроков почти нет. И PvP не такие масштабные, но и комп не умирает, соответственно. Здесь небольшие такие баталии, 40 на 40, 50 на 50, где-то там махач происходит, да и мне кажется, это даже лучше. Легче концентрироваться, легче понимать, кого убивать, легче, ты хоть понимаешь, что происходит на мониторе, а не стоишь, как раньше, помните, на осадах, когда просто триллион человек. Хотя и сейчас на осадах тоже очень много людей, здесь свои фишки. За осады люди получают вознаграждение, поэтому PvP, ПК и осады, все это осталось, битва за хрючев, битва за рейды, все это осталось, вы даже можете очень часто на спотах встретить человека, который фармит ваших мобов, вы заходите в комнату, а там тир стоит на массухах и фармит своего моба и задевает, соответственно, остальных мобов, чтобы нагреть их на себя, вы начинаете его убивать, он прибегает, убивает вас, прибегает с друзьями, вызовет своих друзей, вы там деретесь, а потом понимаете, что вы просто деретесь из ванильчих мобов, но это было весело. Опять же, PvP, ПК, это все осталось, то, за что мы любим линейдж, это все осталось, я могу подойти, убить этого чувака прямо сейчас. С ПК вещи не падают, как раньше это было, я помню, совсем давно, но на ПК накладывается такой дебафчик, который замедляет вашу скорость передвижения и режет вам защиту, то есть вы будете слабее и чуть-чуть, на 10-15% слабее, но двигаться заметно медленнее, чтобы вы не могли убежать, чтобы вас могли побить, вот и все, соответственно. То есть, PvP и ПК-контент, он остался, и за счет того, что здесь очень частый спаун боссов, он гораздо интенсивнее, чем даже, я бы сказал, был раньше. Раньше он был просто масштабнее, сейчас он интенсивнее, это приходится делать чаще. Раньше одна стычка была, которая длилась очень долго, и было очень много людей, в замесе кто там стоял, не понимал, что делать. Сейчас гораздо меньше по масштабам PvP, но гораздо интенсивнее, то есть много раз в день приходится драться и драться за боссов, Если, конечно же, вы не доминировали на сервере и не фрифармите просто все по КД И последняя вещь, причина, почему вам стоит начать играть в Lineage 2 Essence в 2021 году Если вы смотрите это видео, но я его сделал в самом 2020 году Это Lineage 2 Essence, да, относительно молодая версия Она так и называется, Lineage 2 Essence, уже около двух лет Она все еще дорабатывается, она обновляется, контент заводит Новые локации, новые боссы Мы ждем масштабное обновление 16 января, которое очень много чего изменит Пофиксит класс Вот сейчас я играю за класс ДК, он светлый ДК, но вот темный ДК Самый сильный класс в игре, и он какой-то имбанутый, он там с массухи может уничтожать просто толпу людей Это пофиксит, и разработчики тоже не дурные понимают, что скоро весь сервер будет играть ДК В этом последнем обновлении стали популярны очень орки, да, это дестры и тиры Если вы сейчас посмотрите на статистику, очень много стало орков и не так много ДК стало Потому что играть им довольно дорого Очень много стало тиров, играть им довольно дешево Очень много стало дестров Им сделали определенные вещи То есть постоянно, ну видно, что работа в следующем обновлении сделают оверы, например, более-менее интересным и варка Им добавят скиллы, им добавят другие вещи, то есть у них станет урон сильнее Над этим идет работа Она идет, конечно, может быть не так быстро, как хотелось бы, но она идет, и каждые у нас 3-4 месяца выходят обновления сразу пачкой В Корее они выходят, по-моему, раз в неделю, если не ошибаюсь, какие-то мелкие фиксы, либо какое-то здоровенное обновление каждый месяц У нас сразу пачкой, по-моему, выходят все обновления, которые включают в себя все прошедшие обновления на Корее Там раз в 3-4 месяца Ну и всякие баги тоже фиксятся Единственная проблема, да, что движок остался старый Но обновление, игра развивается И я вижу, что она развивается неплохо, в довольно интересную сторону Добавят новую расу сильфы, с которой тяжело мириться Это такие скейтеры красивые, ездят, стреляют с каких-то штук Но игра еще довольно молодая И много можно чего здесь придумать, много чего изменится И, к счастью, они держат марку и называют это Lineage 2 Isons просто с другим обновлением А не как это раньше было Помните, C1, C2, C34, что-то там, потом C5, потом еще что-то, потом Interlude, потом Kamael, потом Hillbound И пошло-поехало, миллион названий, запомни в голове, держи у себя, да, там Грация Part 1, Грация Part 2, Грация Финал, Грация, что-то, Аграция Эпилок Ну, то есть, раньше-то было безумное количество названий Сейчас просто Lineage 2 Isons и все И идут обновления друг за другом На этом у меня все, спасибо большое, что посмотрели это видео Надеюсь, оно вам понравилось Надеюсь, оно убедило вас поиграть в Lineage 2 Isons Опять же, ну, не надо делать какие-то серьезных планов Не надо ожидать ничего от игры Игра, в принципе, вам ничего не должна И это просто развлекуха для вас, таймкиллер, так сказать, убийца времени Да, если вы хотите расслабиться, просто зайти там, что-то, вспомнить молодость Заходите играть Если вы заходите, надеетесь купить вот вещь за миллион адены Заточить ее, да, вот давайте я, например, куплю просто вот сундук с драконом пояса За миллион адены Вот просто вот так вот куплю Вы копили свой миллион очень долго, вы играете бесплатно А чтобы он начал давать какие-то эффекты, его нужно заточить на 5 Смотрите, раз, бам, сломался Все, на один сразу же сломался Вот и шанс То есть не надо ожидать от этой игры чего-то сверхъестественного Что если у вас не зашел сразу же пояс с первого раза, то все, игра говно Не просто играйте по кайфу, наслаждайтесь Если не нравится, удаляйте игру То есть, ну вот и все Спасибо всем за просмотр данного видео Не забывайте регистрироваться по моей реферальной ссылочке И оставлять ваши комментарии Ставить лайки, подписываться на канал Всем удачи, хорошего настроения, всем пока Спасибо 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 Продолжение следует...